Волейбол По праву, это оба команды сегодня играют в финале. Черопча чемпион нынешнего года, а намцы чемпион прошлогоднего года. И сборная команда после шестых игр, намская сборная, собрала очень добротную, хорошую команду. Считайте, что это сборная республики нашей и второй призер Дальневосточного округа. Среди команд мастеров наши ребята в этом году всю мятицу сделали. И Хабаровск, и Сахалин, Благовещенск были побиты в двух турах и общекомандное второе место. А Черопча это очень сбалансированная команда, которая играет в течение шести лет подряд этой командой. Некоторые изменениями и во всех позициях обоих команд есть достойные сопротивления. Дуэли будут в течение матча, мы об этом поговорим. Да, вот действительно, Черопча и Намский район, те, которые выдержали, выстояли и являются самыми достойными, чтобы играть за золотые медали наших игр. Перед тем, как пригласить на площадку стартовый состав Черопчинского луса, немножко скажем о нем. Главный тренер Альберт Бродников, вот он сегодня будет играть на позиции связки, с нами поделился, что самый сильный состав собран на этих играх, сильнее никогда и не было. И все, что есть лучшего в волейболе, сегодня мы увидим на площадке и даже Андрея Филиппова, который присоединился к команде только к финальной игре и приглашают в стартовый состав. Василий Тумфали, номер один, номер девять Либера команды Евгений Пермяков, номер восемь Артем Сивцев, номер десять Иннокентий Филиппов, центральный блокирующий и на доигровке Владимир Сидоров, номер четыре. Перед вами сборная команда Нанского луса, с большим удовольствием представляют лучшего болитболиста последних пяти лет Николая Павлова, доигровщика, мастера спорта по болитболе Сидия. Там разрешается один игрок высокий, Слепцова Семена, брат Павла Сергей Павлов и Альберт Манаев, центральный блокирующий, святская, лучшая святская нашей республики Дальнего Востока, Павел Абутов и двенадцатый номер Марк Васильев. И Либера команды, тренер команды Айсен Жирготов. Эта команда собрана на основе волейбольного клуба Сергелях. Они пять-шесть лет назад тоже выигрывали чемпионаты, но сейчас у них команда в самом рассвете, усиленными некоторыми игроками. И как раз представляем судей. Судья на вышке этой встречи Анатолий Чемерзанский, город Якутск. И второй судья Владимир Сивцев, Татинский район. Команды идут, занимают свои места согласно расстановке. Игроки все друг друга отлично знают, желают спортивной борьбы и хорошего качества волейбол. Здесь по игровым позициям дуэль будет доигровщики Владимир Сидоров и Николай Павлов, центровые Манаев Филиппов и от игры Либера обоих командов очень много зависит, потому что два связки они могут разорвать блок, а если разорваны блоки, оба команды имеют большие шансы. Первая атака за Намцами и сейчас ответ Чуропчи. Владимир Сидоров показывает аут. И первое очко записано за командой Намского района. Атака была со второй линии, за три метра прыгал Владимир Сидоров. Первый темп. Зонная атака с центра площадки на три метра играли. Но они взлет могут тоже играть. Двойной блок не помеха для Андрея. Василий Тумфалий тоже один из доигровщиков, на которых будет акцент в атаке сегодня. Здесь защита блока. Сидоров, Жирготов на месте. И доводка очень хорошая. С этой доводки повтор комбинации и счет. 2-1 в пользу Чуропчи. Владимир Сидоров набирает в красивом стиле. Центральный это Филиппов. Да, Иннокентий Филиппов набирает уже второе очко. Тумфалий долго играл Хабаровский. Четыре года почти. И ошибку такую тоже нацеленно играет на Либера, чтобы расшатать доводку. 2-2. Альберт Манаев. Крес на метре. Очень быстрый пас. И блок намского сборной даже не поднялся. 3-2. Ну вот, Альберт Бродников пока на высоте на этом отрезке. Хорошо подключает своих доигровщиков на завершение атаки. Тускул Лавров. Юная надежда Чуропчинского волейбола. Здесь тоже похожая комбинация, но высота прыжка Николая Павла позволяет забегание сыграть. Вот как красиво, да, отхватили. Отворотом от себя. И, по-буду, очень хорошая подача. Справляется защита пока Сидоров доигровщик. На съем. Но принял такое спорное решение. Блок, блок, блок. Есть мяч. Чуть было не сохранили. После сложнейшего ударного. Ударной атаки. Чуропчи по месту скидывал. Сейчас волейболист Чуропчинского района. Но очко остается за Чуропчо. 4-3. Иннокентий Филиппов ждет, когда приведут порядок в площадку. В этом эпизоде не повезло Павлу Абутову. Скидку он ловил. Семен Слепцов через блок играет. Это был Сергей Павлов. Да, Сергей последние годы добавил очень сильно. И тоже высота съема позволяет Сергею играть так. Тоже перевод по линии. Николай Павлов с прыжки накатывает. Это не новость для... Вот, связь Кавлабута Павла. При сложных мячах. Павел только ему надо поднять высоко мяч. И Николай везде поспеет. Пайпом сейчас красиво завершил комбинацию. Теперь мне то есть чуть не повезло. Надо поднимать такие мячи. Уже видим силовые подачи. Разметки площадки это позволяет нам. И намский паровоз набирает ход. Ход был открыт. Здесь правильное решение принял Владимир Сидоров. Но ошибся. Есть хороший прием. С таких подач больше не жди. Но Сидорову сразу дают, чтобы морально-психологический устой был нормальный. Мы знаем, у Володи иногда зашкаливает эмоции. Пятый мяч нападения. Очень хороший розыгрыш выиграл Володя. И на позитиве выдает подачу. Оставляя Намса без атаки. Но этой скидки ему достаточно, чтобы заработать очередное седьмое очко для команды Намса. Двумя руками. Через руки Артема. И центральный второй. Артем Сивцев. Да, через Артема Сивцева. На висящем положении Артем был. Он только проводил мяч. Вот это? Ответ. Издалека, да, атакует своим длинным прыжком Владимир Сидоров. И это очень как бы настораживает намскую сборную. Потому что Арсенал-то в Черепчинском центре был основной нападение. А сейчас появился вот такой грозное оружие. При плохих доводках высокие мячи можно играть. А тут красавец Абутов за голову. Такой пас выдал своему диагональному Сергею Павлову. Он одиннадцат. Одиночный блок был. Да, здесь переиграл. Низкий блок Тумфали. Не помеха для Павлова. Сам же подает Сергей. И блок. Блок работает. Унамского района безотказно пока. Интересное решение, что на диагонали оставляет Тумфали. Тумфали может доиграть доигровщикам. Основная специальность болит вольный доигровщик. Павла Пашибка. Подачи 7-9. Артем Сивцев на подаче на ваших экранах. Нет приема. Есть Семен Слюксов, который может отведенную мячи. Обратить в пользу, да? Здесь ошибка центрального блокирующего. Киро еще опоздал. И через него Вася сыграл, да. Тумфали тут хорош в этом эпизоде. Едва-едва не попадает. Хорошее было выбрано направление. Но не повезло немножко Артему Сивцеву сейчас. Сейчас нападение сильнее, чем защита. Только на ошибках нападения команда набирает очки. 10-8. Альберт. Ооо. Он здесь перемудрил. Альберт. Хотел поднять диагонального. Волнуются пальцы Альберта. Забежал слишком. Но пусть это будет первый и последний раз в этой игре. Намцы Слепцов на подаче. Иннокентий Филиппа будет против Николая Павлова караулит. Потому что все знают. Его задача, да? Да, его задача. Поймать Павлова. А Коля падает, поднимается. Пытается даже в падении страховать сам себя. Василий Кумфоли. Вася Крышки Силовой. Накатали. Нет, он решил. Пока беречь это оружие. Играется мяч. Удачно отскакивает в сторону Чуровчи. Бло хорошо. Сидоров заранее. Вот это... Вот так стратегические планы построения игры Чуровчи выбрала правильно. Двумя коллективным блоком закрыт. Николая Павлова. Надо Павлу Абутову разнообразить атаку, да? Чтобы чуть-чуть отвести внимание от Павлова. Коля. Надо подключать других игроков. Через центр мы еще атаку не увидели в исполнении намских волейболистов. И поэтому блок все время ждет атаки с доигровки. И Николая Павлова ловят пока. Ну, сейчас съем будет у Чуровчи обязательно. Здесь простая подача будет. Очень хорошая доводка. И первый темп сразу же. Филиппов. Иннокентий Филиппов. 11-12. Лавров, Тусков. Сложно для Коли оказался. О, невынужденная ошибка допускает Чуровча. Большое желание, чтобы атаку закрыть. Перенос рук и касание сетки. Абутов. Силовую подает, только далеко в аут. Не берущаяся подача, только попади, да? Сейчас будет стараться. Надо в Чуровче брейковый мяч заработать. Чтобы счет сравнить. Чтобы на силу. И как раз это случается. Да, пока по сценарию Альберта Бродникова идет первая партия. Вот дергает, дернул руку сейчас в приеме Семен Слепсов. И туда же должно быть, нет Либера. Тоже доводки нету. Играется мяч. Три сложных суток. Переход. И вперед выходит. Второй раз брейковый мяч. Там касание антенны было. Да, мяч коснулся антенны. Иннокентий Филиппов держит подачу. Павлов на доигровке. Очень красиво. Вот удалось им вывести его над чистой сеткой. Абутову. И тут Альберт Бродников. Низкий блок. Повелся Артем Севцев на обманные движения. Манали. Николай Павлов. 14-14. Рискует Коля. Чуть-чуть добавил. Сейчас нащупается у Сидоров. От блока отскакивает в аут. Марк Васильев ловил сейчас Владимира Сидорова. У Володи такой стиль игры. Он не боится бить. Он будет бить до последнего. По спортивному нагло. Зло играет Владимир Сидоров. И это приносит свои плоды. 15-15. Сейчас ее мучеропчим. Маленький-маленький перевес у Чиропчи сейчас. И 12-й номер. Марк Васильев. Очень просто подал. Против Чиропча это опасно. Но здесь двойной блок. Но просчитали, да, что иногда Альберт Бродников два раза отправляет, когда удачные действия. Пока Севцев еще не атаковал. А Тумфали наоборот бил много раз, да. Поэтому предпочли Тумфали и угадали. А вот с диагонали, да, они по-простому решили, что поберечь. Подача доигровщики играет по старой схеме по зонам. Марк Васильев. Вторая подача. Есть прием. И вот тут надо, пока в темп не попадают Бродников. Альберт Бродников. Да, в сложной ситуации ты нашел выход. Через блок, да? Построить атаку. Да, блок-то был сложный. Руки перенесли. По голове попал Василий. Иногда бывает так, что слишком высокий блок. И нападающий старается играть пониже. Семен. Хорошо ушел от блока. Семен Слевцов. Железные нервы у парня. Срывается кайф. Да, мяч чуть высоковат был. Защиту он стиливает. И та, и другая команда, да? Ответный ход. На подачу выходит место центрального. Второй номер команды Чурокчи. Промолдал Павла Абутова. Хотя он должен был знать. Просто ему надо было поднять руки. Да, он уже двигался. Да. Краю. Сетки. Закрывать ход. Зато в нападении красавец. Загвоздил. Припечатал мяч к площадку. Вот только такими. И не иначе, да? Надо действовать Чурокчи. А вот Слевцов Абутова. Дорогого стоит. У Паши-то блок. Высокий. Сбитый прием. Скажем, это Эйс. 19-19. Финальная встреча среди мужчин. Счет вы все сами видите. Первой в партии. Абсолютно одинаковые цифры выдает табло. Дисциплинированно играет Чуровча. Все на местах, да? Скидка. Ошибается тут Павлов. Да, его загнали в слишком край. Он пытался спасти мяч. В балетболе считается аут. Когда верхний мяч мимо ближе к внешней стороне проходит антенна. 21-19. 20-19 счет. И первый перерыв берет намский скорее всего. Сборная команда «Намсколуса» поняла, что не только вверх высокие мячи, потому что доигровщики натыкаются на высокий блок. Под закрыт намертво, зачехлен Филипповым. Высокоростный, центральный. Да, и быстрый. Очень быстро успевает присоединиться к краю. Да, для своего роста движение у Иннокентия отличное, да? Да, и комплекция такая волейбольная. В волейбольной семьи брат играет, актис играет. О-о-о-о. Василий к такому мастеру нельзя вот так. Позволять нервам, да? Мышами управлять. 20-20. Тоже на подачу выпускает восьмого номера у нас площадки Николай Потапов. Очень молодой игрок, школьник. Вы видели, что у Манаева подачи простые, да? Да. Здесь замену своего тренера не оправдывает, к сожалению, Николай. Трибуны. Надо иметь особо крепкие нервы, да? Чтобы выстоять этому гулу, этим трибуном. Или закрыт глаза и на отмашку. На случай. Дал и не оправдал. Молодец, Марк Васильев. Первый темп появился у Намского района. Ждать надо этого. 21-21. Одной рукой прыгали тут на блоке. Где ждали от Марка? Ну, от Павла, скорее всего, такую комбинацию. Думали, что полетит высокая на край. Сидорову. А тут уже ждут. Сергей Павлов. Марк Кандал. Высокий блок. Тут угадали, да? Можно было и забегающему Филиппову отдать. Павел Абутов. Большой мастер нашего волейбола. И возраст уже чисто такой... Зрелый. Зрелый, но рискнул. Неоправданно. Счет скользкий такой. 22-22. А уже концовка первой партии. Напоминаю. Обратная замена. Играется. Артем Сисов. Вместо Алексея Новикова обратно возвращается Артем Сипцев. Ну, хорошая расстановка сейчас для Брейкову. Чарапчи. Очередные трудности с доводкой. Вот. Брейкова и доводка. Что предпримет? Низковато. Но здесь... А зато... Крест с забеганием, да? До игровщика переносит успех. Снимается со второй попытки. С подачи Филиппова. Нам все вот. Какие красивые у нас эпизоды. 23 полярис. Нет, не рискует. Ездоводка. Молодец, Володя. Очень правильное решение было. Но наверняка. Если подняли бы мяч, Чарапча уже в защиту готова была бы. А если вот так, то же выигрышный мяч. Тут Жирготов добежал и чуть было не справился. Как красиво. Да, вот. Злой характер спортивный Сидорова. Это Чарапчинская игра. Да. На характере. Всего один сейтбол. Рискнул, да? Да, вообще. Зарековато. Красиво получилось. Альбет доставлял ему мяч. С низкой был, но кисть такой. И приходится на ночь. Остановить вот этот эмоциональный подъем Чарапчи, который после красивого удара Владимира Сидорова сейчас на стороне ребят в желтых майках. Послушаем ребят. Мы знаем, что у намской сборной очень двух победителей. Последних вот трех лет они вытаскивали и противостояние с Сергеем Ляхом, с городом Якутска, Ленском. И особенно выездные игры на Дальнем Востоке с мастерами закалили эту команду и сделали вот такое в состоянии команда. Он может два, две партии отдать, потом собраться. И выиграть 3-2, как вчера было в полуфинале, против команды Амгинского Улуса. Слепсов. Он доверяет, да? Чем хорош Семен Слепсов? Это стабильностью. Он, да, очень смазанный пас, конечно, он проиграет, но рабочие мячи, он найдет выход вот так же. Вот блок, аут. Обычно его пользуют как диагонально. Но сегодня в диагональной позиции играет более высокий Павлов. Это против Сидорова скорее, что на блок. Вытаскивают мяч на все волейболисты. Да, драйв он сегодня усложнил. И вот эта задумка уже стратегическая работает. Альберт и Сергей против Владимира Сидорова работают пока. Вот видите, очень хороший перенос рук. И приходится теперь уже в черепче решать проблему. Сидорова в пользу Дамского. А буквально два розыгрыша назад. Вот эти ребята брали перерыв, да? Да. Сейчас играется до отрыва, до двух мячей. В рейковый мяч обязательно должен быть. Это сложно. Сейчас с чем атака будет исполнять черепчинцы. Но они обязаны. Марка Василия подальше простая. Но сетка помогает все равно. По темпу чуть-чуть. В современном балетболе снимающая, атакующая команда должна свои мячи брать. Обязательно, да, при том? Да, и 25-25. Альберту надо усилить. Конфликтную зону, если планер. Или рискнуть. Силовую мы пока в его исполнении еще не видели. Он сильно накатывает, закручивает мяч. В левую сторону вращает выходящие мячи. У него опасные. Мы же готовы полетить скорее. Да, он уже находит в который раз Либеронамского района. Вот. Есть игра. Что так? Трудом, но из брейковой доигровка и мяч на стороне черепчинцы. Касание блока. И капитан команды Павла вот этот подходит. Ребята, эмоции расплескать на судью – это неблагородное дело. Вы можете на красную карточку, и матч будет, и первая партия будет проиграна. Павлов. Отчаянная защита. Спасает команду. Оставляет первой партии. Вот здесь. Артем Сивце. Редко, но метко, что называется. Первая партия остается за черепчой. 27-25. Да. И первая партия по оценке, так скажем, да, 4 с плюсом. Да, на пятерку пока не дотягивают. Но нам понравилось. Очень понравилось. Понравился вот стратегия игры черепчи, которая работает против намской сборной. Против намцев просто играть нельзя. И они разобрали игру намцев. И особенно подсказали Филиппову Иннокентью, да, как надо играть. Но, правда, он рискует, оставляет Павла Абутова одного. Но помогло. Три блока подряд. И первая партия выиграна. И классика болитбола. Съем, атака и защита 50-50. И за счет ошибки, да. Ну и тут поразнообразнее был Альберт Бродников в выстраивании атаки своей команды. Разные удары мы увидели. И когда получается игра у Сидорова, его загружали до трех очков, да, подряд, чтобы он зарабатывал. Финал мужской. Волейбол. Вся спортивная общественность потихоньку подтягивается в наш спортзал. Остальные виды завершаются. Сегодня последний день Игр народов Якутии. Торжественное закрытие будет. И у нас последняя финальная игра среди мужчин. Золотые и серебряные награды ждут своих хозяев по итогам этой встречи. Ну, в Чуровче характерные, вот она высорапывает такие мячи, да? Да, вот это характер. И в атаке и в защите высорапывает иногда. До конца играют ребята. Не боятся рисковать. Не боятся травму получить. Прыгают, катятся, кувыркаются. Ну, говорят, что Ханёвый Чуровчественёвый может быть как раз про этот характер. Проявится сегодня на площадке. А вот минус полбалла. Да, это пока я снял из-за игры Павла Абутова. Он перекинул 2-3 раза мяч. Загнал своих. Но два раза хорошо разорвал блок. Но Паш один раз скидкой взял мяч. Но на блоке ему надо доработать. Потому что в том поле даже сверху блока его показывает. Да, было видно. Василий-то ниже будет. Семён Слепсов. Это всегда намская сборная начинает с его подачи. Вторая партия начинается. Очень лёгкая. Два лидера встретились. И сильнее оказался Николай Павлов. Под номером один. Игроки. Да, по пляжным он проулил, да, сидел. Успел. Перебежал, а обратно успел. Я даже не ожидал, что так можно челночно двигаться. Ну что, что. О физических данных у Николая Павлова. Да. Координации феноменов. Да. Вестибулярный аппарат. Как у космонавта работает. Воздух и что творит. И в воздухе корпусом влево-вправо. Разворот. Два Берейкова хачка. Но надо было Семену держать подачу. Чтобы задергались чаровчинцы. Чтобы сбить с этого стратегического плана. Да, Семен разозлился. Понял, что он ещё не проснулся до конца. А, вот Василий. Да, пока ещё от Василий не доигрывает до своего уровня. Его помощь чаровчине необходима. Альберт Манаев на этот раз его не меняет на подаче. Ну, понятно, самое начало партии. Очень просто. Да, простая у него подача. От Лаврова Тускула в диагонали. Тускул не был столь заметен в первой партии. Сейчас уже нежданчиком остро атакует. Тоже сбитые. О, сумели вывернуть мяч. О, Альберт не воспользовался брейковым. Брейковым доигровкой. И сейчас будет на к чаровчану. А Сидоров-то закрутил. Кисящи, да. Золотой кися. Владимир Сидорова позволила ему выиграть. Вот добавил очень сильно. Закрутил мяч, и всё, он укоротился. На падение Сидоров. 3-3. Не отпускает чаровчан. Пускул, всё сделает. Играется мяч. Быстренько попытались атаковать, но тут мне повезло. Чуропче немножечко по ширине не попал Филиппов. Хотя в темп попали. Абутов в прыжке. Сильнейший эйс. Наконец-то. Мы увидели от Павла Абутова. В первой партии такие подачи приземлялись за пределами площадки. И счёт 5-3. Настроился Павел. Были к нему претензии от команды. А вот. Он своё дело сделал. Брейковый мяч взял. Атака сегодня у Чаровчи в порядке. Можно рискнуть. Сейчас на съёме должны сравнять счёт. Матентин Филиппов. Но у него тоже опасный. Площадка. Площадка. Было видно, что площадка на эйс сразу же отвечает эйсом. По картинке его не заметишь. Но было видно, что мяч уходил в сторону. И как потеряет энерсию упадёт. Марк Васильев помогает команде-то. Нужный момент. Молодец. Просунул, да? Между блоками, сеткой. Такой нужный мяч. Николай Павлов силовая будет. Полетит. Раз, два. Ошибётся. Но полетит у Коли. В начале партии обязательно надо пробовать силовые. Владимир Сидоров. Скорее всего тоже. Дождёмся от него силовой. Здесь установка... Сохранить, да? Да, сохранить. Несно. На съёме Сергей Павлов. Развёл блок просто обуток. Один тумфали просто прыгал. Вот это лишнее. Лишнее, как Гродникова. Но блок зато. Альберту редко удаётся сыграть блоком. И он на радостях побежал. Круг почёта. 7-7. Тумфали держит блоком. Ну вот, казалось бы, невысокорослые ребята. Но за счёт прыжка и руки останавливает. Перенос, перенос очень классический блок одиночный. Нам показал, что Вася это умеет. Но он играл 4 года против высокорослых игроков. И вот за счёт прыжка, за счёт задержки он ловит направление. Чувствия же есть, да? Чувствия блока. Блок площадки. 8-8. Ну, ноздря-ноздрю, да, играет команда. Достойный финал мы с вами смотрим. Мяч, мяч. Первая партия была. Первая ошибка, но команда спасает Владимира. 27-25 была первая партия. Вот командный дух вчера вообще налицо, да? Вытащили такой мяч, а не ожидали. Вот поле такой. Ну, слишком тут переборщил с паузой, да? Николай Павлов и не успел, да. Артём Сивцев. Ну, Артём как-то суетится на подачу всё время. Ну, зато победные мячи заколачивает. Аут. Аут-аут. Рано намцы подняли руки. Нелогичный подходящий мяч. Альберт Манаев. Да, нежелательная ошибка, конечно. Ну, Альберт Манаев тоже давно с командой. А он уроженец Башкортостана. Вместе работали с Николаем Павловым в Мирном. И таким образом оказался в команде Намского района. Центральный блокирующий. А сейчас Семён Слепцов на подаче. Сидоров набирает. Хорошая доводка была. И Володя всем показал зрителям, Чтоб Пайф-то в арсенале. Второй Пайф в исполнении. Два удачных. Василий Кампалей. У Васи есть подача. Стратегия команды сейчас другая. Рыбкой ныряют за мячом в защите. Коля поблета, Коля скидывает в первую зону. Разводит по краям. Это эффективное оружие. Успевает ещё увидеть, да, площадку соперника. Пока нам отстаёт, но всего на одно очко. Это было железно. Кресс. На метры кресс. Чуть-чуть опоздал, но сделал своё дело. Сетка была открыта. Мяс неподъёмный. Отвечает Март Васильев. Молодец, Пельмяков. Не ушёл от мяча. Пытался сохранить корпус. И очередной есть. В волетболе так бывает. Если удача улыбнётся, то же... Вначале, да? То это означает, что игрок вот эту волну поймал. Да, а будто второй есть. Первый всегда есть. Здесь есть доводка. Нет доводки. А, перелетел мяч. Просто мяч исчез с кадра. И сейчас Чуровча. Очередное очко. Да, Владимир сегодня на подъёме. Но хватит ли ему весь матч на таком высоком уровне? Через Маркова. Мы сами видим, да, что матч грозит продлиться до пяти партий. Финал Игр народов Якутии. Женский финал мы увидели из четырёх партий. АМГА-1 отпраздновала победу над городом Якутском. И сейчас мужчины. Ещё ничего рано говорить. Прогнозы делают неблагодарные, как оказалось. Тринадцать-тринадцать. За счёт чего нам смогут взять эту партию, да? За счёт... Николая Павлова. Я скажу, что лучше, чем... Коля в порядке. Паше надо, Павлова Бутову надо креатива добавить. Да, побольше вот сейчас разнообразить игру. В этом компоненте сейчас его Бротников обыгрывает. В комбинационной игре Чуровча лучше смотрят. И вот первая же... 14-13. Вот какой прыжок. Удар. Больше метра. Метр двадцать-то есть. Альбетто приходится... Вот здесь Сидоровку. Залез, да? Невынужденная ошибка. Ой, хоть бы не... Хоть бы не травма. У него уже была... Вчера. Да. Программа вчера была. О-о-о-о, да. Неправильное приземление. Есть. Лодыжка. Смещение, наверное, маленького дыши. Не просто, это больно. Но он должен Коля заморозить. И медицинскую, сразу же медицинскую эту берут. Сейчас... Вот это будет ощутимая потеря. Нет, сохранится ее. Вот у нас чевеление-то большого было. Вот тут столкновение. Да, разрыв тебя закроют. Ну, Володя сам легкий. Не массивный. Но сейчас должны выдержать связки. Ну, разберутся. Может, даже возьмут. Когда в задней линии ее сменят. И врачи и команда справятся с этой задачей. Три минуты дается на медицинский перерыв. Возвращаются ребята на площадку. Нансы просят поддержку от зрителей. Семенович все-таки заводит. Ему самому надо заводиться. И он просит помощь от зрителей. Настроение у всех прекрасное. Прекрасная игра. Но, скажу так, тихая интрига. Она накапливается. И, скорее всего, выстрелит третьей или четвертой партии. Как это было у женщин, да? Ошибка. Одна какая нелепая ошибка. Или удачное действие. И появится такой задор. И высокая конкуренция-то все-таки есть. Доигровщики играют очень хорошо. 70% исполнения. И вот первая ошибка сразу. Я бы, если руководил Шарапчинской командой, сменил бы даже на переднюю линию Володю. Он нужен в команде. 16-14. Как раз, видимо, замена. Правильно. Вот так должно быть. Но они дождались, пока он на вторую линию перейдет. Да. И на подачу выходит Алексей Новиков. Алексей первую подачу выполнил неудачно. Сейчас надо... Есть цепляет блок, но... Семен Слепцов. И это его игра, его мячи. Очень грамотная тема. Правильная техника. Он влаживает силу натяжения всех своих жил. Здесь 18-й мяч. Брейковый мяч, при том. С подачей, с помощью сетки. Немножко встали после микротравмы Владимира Сидорова. Чуропчинцы. Сейчас ребята должны собраться. Здесь сильная, добротная подача нужна. Чтоб была доигровка брейковая. Чтоб перелет простой был. И Туфали. Чтоб забил до пола, да? Или Лавров с диагонали. Да, очень просто. Почему-то так до пола. И здесь... Почувствовали, что Слепсок не ошибется. И Паша второй раз. Прострел. Полупрострел. И Семен успевает. Замкнуть. Сергей Павлов. Тоже не рискует. Но... Василий что-то сегодня суетится очень много. Видать, все-таки ответственность. Это была стрела, впущенная Абутову. Что ненаглядно показывает. Да, догадывались, но не верили до последнего мгновения и опоздали. 1-1, скорее всего, будет. Потому что свои съемы Нансис в этой партии возьмет. Атака в порядке. Семен в порядке. Коля в порядке. Аркадий Пермяков сейчас заходит. Братья Пермяковы на площадке. Оба с Чуропчи. Правильно. Здесь надо Альберту собраться. Потому что подача такая. 21. Наверное, тоже сказали, да? Давай отдадим 5 этих мячей и настроимся на 3-ю. Налеет такие подарки. Другая команда. Совсем другой уровень команды здесь. Не разбрасывается. Не должны в крайнем мире. А то вчера мы увидели, как Чуропча первым. Молодец! Ты шел в Лавров, да? Да, Лавров сегодня выходит исключительно на аут. А, нет. В аут попал мяч. И сейчас нам все впереди. Да, второй состав послабше, конечно, будет, да? 23-15. тут Манаев угадывает. Остается держать. Артем Сипсев дождал, не поверил, что мячик не полетит. Но задумывается в волейболе атака заранее. Об этом команде объявляется. При какой доводке кому готовиться. тут, наверное, импровизация, да, была? Да, здесь импровизация была. Ну, сейчас по классу игры особенно в нападении очень большое превосходство на стороне на амбрской сборной. Качество исполнителей и края сетки, и центр отвечает. Сергей Павлов есть игра, но здесь тут ошибается Абутов. Ну, счет позволяет Сергей меняет третий номер. У нас на площадке Семен Васильев, тоже очень молодой игрок, всего 19 лет. Сейчас он проходит в верлице финала Спартакеады. Теперь три года в парагонцах нужны будут. Ой, все-таки не выходит со стороны Чуропчи этот мяч. Им сетбол будет сейчас у нас всей команды. восемь штук. Семен Члицов в пятую зону у него подачи идет. И вторая партия 25-16. Брейкова мячей. Ни одного нет тегера это игра нам это дух победителя опыт команда позволяет. Разобрались сейчас игру. Неожиданность была, конечно, двойные блоки, которые они не прошли. Моментально перерывы, скорее всего, нужные направления были указаны. неожиданность со стороны глазами тренера. Находиться, командовать площадки и вне площадки здесь трудность. это надо раздвоиться. То же самое и у намской команды Айсен Жарготов, старший тренер республики Сахай-Якутия сейчас в роли либера и главного тренера. Николай Павлов своему другу подсказал, как против Иннокентия Филиппова играть. Говорит, оставляй его, но переноси бок руки, чтобы он туда все равно пойдет. Потому что они против друг друга играют. Корпусом не угадаешь, а руками можно поймать. Закрыть, да? Да. Короткие взлеты. И считает Николай Павлов, что самое грозное оружие в все-таки вчера в чинсах это взлеты в центр сетки. Он почувствовал состояние Василия Тумфали. Сегодня он пока сам на себя не похож, но сейчас третья партия. в диагонали. Это непривычно скорее всего для него. Третья партия, финал, волейбол, игры народов Якутии и на подаче Чуропчинский район. Артем просит площадку привести порядок. пометельные ожидания. Иногда вот такие секунды тоже играет на состоянии игроков. могут сбить с темпа, да, который они поймали ребята в конце второй партии. В данном случае намские волейболисты и помеха наоборот для подающего. Да, задумка Артема не прошла. Он подготовил площадку, но сам потерял концентрацию. сейчас будет атака с диагонали не угадали мы не угадали намские волейболисты и красивое очко в пользу Чуропчи. Альберт был на площадке и они тут опасно заносит Филиппова. Да, задел 5 монахов Макенки Василию надо добавить нет упорачивать и дождут нам сильную подачу как и мы с вами оттумпали он оказался умнее всех на данную секунду 2-1 1-1 по партиям 2-1 в третьей партии креативный игрок но его ради тактического плана поставлю в диагонали мало получает мячей скорее надежда на его прыжок куда иметь трех для блока нет трех нападающих перед нападающих передней линии используют третьим с линии защиты отыгрывается Василия отблока мы здесь ждали но все-таки вот эта подвернутая нога да Владимира Сидорова сбила его существенно скосила общий уровень игры Чуропчинской команды нож пропал в основном через него строились убойные атаки сейчас пытается что-то новое придумать Альберт Бродников и вдобавок еще короткий пас не летит касание сетки Иннокентий Филиппов просит от Марка да здесь да здесь судья не разобрался блок коснулся бывает просто судим очень тяжело судить тускул лавров сейчас тускул мы видим на диагонали да они играют перемешки астана ну как позиционно исходя из блока скорее всего да здесь нечего более обыграй как меньше обед подошел и Василий подсказал что надо делать реальная угроза не получается рамса быстро восстановит ну еще очко получит на съеме или сделает брейк черепчинские волейболисты попадает марк васильев это было красиво просто атака сегодня очень хорошая у нас вот обутов уже выдает матч своего уровня партию решение приняли такой задергать пермякова тоже да обычно бывает если сидоров был бы порядке отправляли ему мяч чтобы исключить с атаки сейчас уже чувствуется но зато Володя свое набрал с подачи тоже укороченной и на либера в дальнейшем это должно помочь потому что при большой нагрузке либера тоже теряет концентрацию сейчас доводка есть антенна попадает мяч седьмой мяч это брейковый мяч был Сергей Павлов слишком перевел от тебя мяч но видать неудобная была сейчас возможность сняться для МГИ тут Кирмяков на высоте намского улез ой намского прям меня вокруг Амга и тут оговариваюсь ваше хладнокровен невозмутим сегодня процент качества высокий вчера брака было больше он и бьет и так видит поле на результат играет и поэтому брака меньше 7-7 Марк Васильев ну здесь вчера обязательность должна хорошо хорошую атаку организовать скорее всего комбинации на метре будет на Сидорову через блок сейчас это Тумфали Василию да если Василий конечно ну сейчас Василию надо взять роль лидера так себе потому что у Володи пока нога беспокоит да и доводка чуть-чуть такая разбросанная первые темпы сложно подключать пора уже выходить на первые роли Василия Тумфали он может больше не ожидал да Коля я вообще не думал что Семену Слепцову или Манаеву думали мяч пойдет Альберт Бродников на подаче Альберт первый ошибку бог волейбола задул в сторону футнамцев 4 мячей 3 забил 1 скинул 100% пока статистика пока хорошая не будем громко говорить встык видит парень очень хорошо блок Сергей Павлов инфантильный смотрится да и вот надо ему потом подскажем что в финальных играх Артема Сивса меняет плановая замена на замену выходил до этого Алексей Новиков и для усиления защиты на задней линии третьей партии сложной ситуации Чуровча выкараткивается уже впереди и тут Манаев Абутов наконец решается на первый темп при хорошем доводке нам все возьмут Циньки помешали друг другу не подсказали два друга на леди на один мяч но это атака предыдущая атака была разрушение Василий давай не рискует но усложнил да непростая подальше поле да он поле хотел исключить стало да такое ощущение от нам состали маленько или какой-то внутренний вот этот микроклимат изменился но командам движения все стоят мало движения мало или слишком легко выиграли вторую партию или как говорится в гормон в другую сторону сыграли слишком много гормонов могут по башке поле вчера в полуфинале собрал команду по частям развалившуюся команду буквально склеил команду своим авторитетом своими ударами результативными да вот за трех метров да да и как итог они выиграли уамги и сейчас борются в финале за золотые награды Василий Тумфали Чуропчак вел мяч на поле оставалось только скинуть что-то случилось пронос мяча видать закрутился кроме и мяча в мяча Сохранит до конца партии этот счет. Отрыв от геймбрейк. Этого достаточно, да? И правильно исключает в этом положении всегда Николая, да? Мяч летит к нему. Но ошибка здесь. Извиняется. О, да, столкновение опасное было. Только кого-то пнул. Нет, здесь. Кайфлей. Проявили два друга. Но они играют в сборной вместе. Иннокентий Филиппов тоже ездил на Дальний Восток. Да, мощь атаки пропала. И Булок справляется с Идоровым. Вот такая хит пришла от Тумпали. И тут совсем уж не разбериха. И в итоге ошибка обидная для Чуропчи. А намцы набирают свои очки. Володя Сидоров не помог, по-моему. Три раза переходящий на мячи в группе их защитников скидывал. Ну, зато нагло, да? Отведенный мяч. Драйфа. Опять приземление неудачное у Владимира. Надо что-то делать с этой ногой. А я вот все время думал, что этот зал кричит. Оказывается, Том Фоли кричит. Да, я почему-то думаю, вы солдан, вы солдан. А Том Фоли кричит. А я слышу, Чуропча, Чуропча, нет? Да, это для Володи Сидорова перерыв. Неужели в команде нет третьего доигровщика? Ну, такого уровня, как у Сидорова, точно нету. Василию подключить на 80% и на край кого-нибудь запустить, который мы скинут или... Ну, по месту, чтобы он был. Беречь надо, Володин. Куда беречь-то, если уже идет финал? Четвертая партия локально надо здесь. Плангет найти, найдет Плангет. Заморозит капитальный бинт хороший найти. Перевязает. Если маленькое шевеление будет, он будет ощущать боль. И будет бояться, да, наступать. Три раза больно. Ну, здесь вообще уже... Налезет, лезет Володя. Может, он сам просто, да? Конечно, у него такой спортивный характер. Он будет просто, считает просто неприличным сидеть и наблюдать. Пока такие события разворачиваются в финале Игр народов Якутии. Намский район против Чуропчи. Николай Павлов на подаче. Несиловая. Страховка есть. Молодец, Артем Сивцев. И что покажет сейчас Павлов? Есть защита у Чуропчи. То стул Лавров сейчас внес свой вклад в победу. Авторитетно надо ее поменять. Правильное решение принимает Альтберг. Надо указать. Здесь не надо вот... Здесь спорт. Здесь не надо проявлять в числистском джентльменские, дружеские отношения. Ради команды надо ее поменять. Дать возможность перебинтоваться. Не уходит Владимир. После подачи, видимо. Скорее. Ну, сперезайвить. Зайдет Новиков. Эй! Застоило, да, ему остаться? Да, да. Это дух. Какое-то вот потустороннее состояние. И Коля разоч... Да. Он понимает, что эмоциями надо управлять. Задергался. И вновь подача. И брейковая атака будет. Отведенный мяч. Марк Слевцов. Да, жалко. Жалко его. Мяч был такой рабочий. Отведенный. Василий силу не прилаживал. И вот в коллективном блоке. Марк Собоев старух. Да, зажали. Да, зажали ножницами. Сейчас становится интереснее. Все интереснее в третьей партии. 17. Да. Нам, Сах, уже тревога, да? Два брейка. Три брейка нужно. Сейчас подача же. Чарапчи. Да, сейчас на подаче Сидоров Владимир стоит. Надо... Съем-то не сделает. Но блок хороший нужен. Два блока. И сыграть цепку в защите, да? Это сложно. Сам можно допустить самому ошибку одну. Счет останется прежний. Сидоров куда? В центр. Играется мяч. Но тут сами чуропчинцы не ждали. И сейчас атаки толком не будет. Зато намцы... А вот, да? Нет. А вот он был в передней линии, имел право атаковать. И Сергей... Паша леворукий. Сергей Павлов. Да, Сергей Павлов. Тут тоже приземление какое-то опасное выглядит. Марк Васильев на подаче за Намский район. Очень просто. В этой позиции Марка пока не доработка и есть. Играется мяч. Очень красивый волейбол смотрим мы с вами, друзья. Это финал. И это... И это... Тумпалей Васильев. Василий Тумпалей. Наконец-то он получает мяч нужной длины, нужной высоты. И эпизод «Пользу» Киропчей. 18-14. Вот хороший пас как раз. Там двойной блок. Ну, он переиграл. Был переигран успешно Василием Тумпалей. Ну, и... В дальневосточном первенстве в финале Вася вдруг неожиданно... Заиграл в диагонали. Да, он играл Либера, а потом в финальный матч его поставили на доигровку. Он всех там высоких мастеров замучил вот этими... Кистевыми ударами. Да, блок-аут, блок-аут. Потом говорят, вообще... Ну, он привык высокими играть. И школа это помогла ему выиграть. 18-15. Сергей Павлов, младший брат Николая, на подаче. Да, у Серёжи, к сожалению, тоже в арсенале нету больших таких выгрызающих действий в подаче. И при правильном доводке Чуровча восстановит разрыв. Блок нужен. Блок здесь. Сразу на блок надо нам сам настроиться. Пока Манаев Альберт немножко недорабатывает на блоке. Сейчас увидим. Скидка. И... И шанс. О, проскользнулся. Играется мяч. Абутов решил скинуть. И здесь... Что показывает? Задел игрока. Задел игрока. А, в Дзирготову не надо вот обращаться с судейской бригадой со стороны своего авторитета это не пройдет. Все удивляются. Кусочек площадки нам не виден, к сожалению. Ну, судья всегда прав. Но мнение они не поменяют. Зря только нервы себе подергаешь. Намного только если первый судья уверен, что это точно уж увидит, тогда спорный муж. Или отменить решение. Блок. Играется мяч. Правильное решение Альбет. Опыт, да? Не стал перекидывать, а отдал доиграть. О, ошибается. А теперь, возмущаясь, да. Не, возмутился совсем уже. Это некрасивое, да. Режиссеры покажут нам картинку. Сейчас. Как раз хороший ракурс. А, касание-то антенны есть. Есть, есть. Судья абсолютно прав. Семен здесь... Очко Чуропче тем временем. Счет. И вот, сразу... Теперь уже Коля Павлов. Третий номер. Симон Басидев, да? Почему-то не хорошо. Абутов будет, да? Абутов настраивается. Наушпокаивается, да. На нужный лад. Он знает, чего от себя ждать. Поэтому лучше не вставать. Вот это прием. Болитбола сразу же. А Чуропча радуется, как будто выиграла уже встречу. Но намцы, конечно, с этим не согласны. Более задергался. Они сегодня еще покажут себя. Пока в третьей партии впереди Чуропча. Золотой финал игр народа в республике Саха-Якутье. Выпцер опал третьей партии. Дебют-то, начало партии было конкретно за Нанцами. Вот. Игроки уже на публику начали действовать. Коля, да, видать, вот перевозбудил. И здесь Семен вообще... От такого я от Слепцова не видел. Давно уже, с времен Сергея Ляка. Сергея Ляка его иногда поучивали старшие товарищи. Как бывало, он выходил из себя. А сегодня-то он вдруг с его нашим судьей спорить. И уже второй раз на пазах. С адреналином не справляется Артем Сивцев. И сейчас Нанцкий район будет подольше держать партию, чтобы дать время самим себе прийти. В себя успокоиться. Семен Слепцов на подаче. Здесь Сьем будет. Еще рано-рано списывать со счетов в этой партии. Иннокентий Клипо все время пытается уходить по ходу. И корпус, да, не дорабатывает. Высоты не хватает. Или высоты не хватает. Да, высоты не хватает. Отыгрался от блока. И забивает Лавров Тускул. Молодец. И дает очень хороший шанс. Закончить для Чуровчи в мажорной ноте финал. Третьей партии. 70 болов. Да, здесь дает. Ну, здесь с брюхой миша точно будет. Так. Это решение Жирготова и Сена. Задуманное или случайное приносит очко команде Намского района. 19-24 будет. Да, видать тоже. 18-24. Альберт Бродников не принял. Правильно надо было в край. Высотний мяч сдать. Хорошо тут в защите играет Слепсов. И забивает Николай Павлов. Два раза сетбол от Игра. Ну, шансы выиграть у Чуровчи максимально много. Сверху блюдая. Подустал. Третьей партии Иннокентий Филиппов. Стал опаздывать. И приходится Чуровчи использовать. Танс, перерыв. Подорожат. Видят, что... Или, может, даже, что сердечно-сосудистые какие-то будут. Иннокентий проблемы. И правильное решение было принято. Владимир Сидоров не добивает до пола. Но здесь... Да. Очень кистевой... Третий сетбол от Игра. После четвертого сетбола начнут нервы подшатываться в Чуровчинцах. И молодец. Восьмой новым Николай Потатов. Он держит подачу. Просто, но держит. Ему задача такая была. Четвертый сетбол отыгран блоком. 21-24. Молодцы намские сборные. Пришли в себя. Пятый сетбол отыгран. 22-24. Надо Альбертов перерывчик. В общем, просто. Я вот... Благодаря... Ну, молодец. Молодой, 80-летний игрок Николай Потатов. Держал. Пять раз подавал. Но надо... Ему задача была просто в игру ввести мяч. Чтоб защититься. Возможности такие у нас есть. Высокий блок. Сергей Павлов впереди. Ну, загнали. Слишком много. Да, отрыв был слишком большой. Выцарапали третью партию. Чаровчинцы. Дебют проиграли. В середине партии догнали и перегнали. И благодаря вот этому отрыву временный сплеск был отрицательный такой негативный сплеск. Мы наблюдаем всегда такой, да? В звездной команде Намского Луса. И это дало возможность Чаровчеву идти на целых 6-7 мячей. И еле удержали. Еле-еле удержали. Это показывает потенциал сборной команды Намского Луса. И мне кажется, что и на Клинтию Филиппову надо в защите дать отдохнуть. Или запустить кого-то на обратной замене. Старший брат же есть. Но опыт огромный. Опыт огромный. Просто ему надо появиться, пошагать. И один блок поставить. И не атаковать, конечно. Да, и Андрей в это время отдышится. Пусть восстановит. Но мне непонятно, почему не берегут Владимира Сидорова. Чаровча играет без диагонального по позиции. Все на доигровке. И Тускул, и Итамфали. А Владимир иногда перемещается обратно в четвертую зону. Может, дискомфорт у него есть. А два доигровщика молодых они перемещаются по площадке. Уступает ему место доигровщика и уходит в диагональ. Олиник Павлов уже корректирует. Для намской команды наступает момент истины. Да, сегодня Слепсов Симон не в ту сторону повелся. Он стал подражать старшему товарищу. Владимир Сидоров почти без прыжка за счет работы кисти и замака. Паша Паша надо подключать в блок. Василий Тонфали Вася не в порядке поэтому силовой не дает. Ай-яй-яй опыт Павла Абутова 1-1 без доигровки решил эпизод пользу намцев. Блок павла Двиг аут двери да Как может быть такое, что Здесь скорее спорят верхний трос, но оба спорят, что один говорит аут, другой говорит площадка. Правые в Кировчинце. Часто что-то нам сапеллируют в судейской бригаде. Не долетает мяч. Сейчас желтую карточку получит за пинок. Не за... Да, это прошло мимо арбитров. И ответ Иннокентия Филиппова. Да. Пока в начале у нас... Три минуты молодой организм восстановился полностью и переходящий мяч. Сложный, это на мой взгляд просто, да? А здесь надо вовремя все сделать. Рассчитай, вот именно. Ну, второй раз не подойдет Чуракча. Дает шанс с Намсом. Меньше сил тратит на атаку. 3-3. Николай Павлов. Вон колес. Тоже уже укоротил и Пельмюков. Просто отправил. Нехорошая атака от Семена Слепцова. Он сегодня все время пробивает блок, да, на силу. Не выше, не в сторону, а именно... Одиночный блок, были места, было ему. На силу пробивает. И сейчас ход Чуракчи, пас неудачный. Володя не справляется. Энерсией. Энерсией. Ну, не страшно сейчас. 5-3. Не заступлю был. Вот такие звуки. Семен Слепцов. Меча от тела, да? Мы слышали, глухой такой стук. Страшная сила удары. Отошел, подготовился. Опасно отдает Сергей Павлов. Николай, да, не рискует. Перешли более простой схеме игры. И тут должна... Быстрая атака. Артем Сивцев. Как радуется каждому своему заработанному мячу. Да, ему мало работы достается. И тем сильнее каждый мяч, да? Для команды, да. Для команды, да. Это большая помощь. Если угроза... О! Третий раз Чуропчане подает. С этой стороны мяч не летит. С этой стороны мяч не летит. Симптом-то тревожный. Марк Васильев. Марк Васильев. Будет очень интересно послушать Альберта Бродникова, что он скажет своим ребятам. Потому что намская команда уже набрала полный ход. Вася прав. Надо подать и принять. Ну, дали Чуропчи слабину. Три раза не подали. В это время нам все без атаки, без работы, без мышечной ритмики отдышались. И спокойно готовили свои атаки. Классная команда есть. Свой съем, да? Да. Марк Васильев на подаче. И съем они. Защита готова. Вот, смотри. Семен Сливцов. Есть у нас. Страховка от Абутова. Наконец. Перерыв помог. Альберт молодец. Нужный мяч. Здесь надо было сняться с подачи. Сам решил эпизод. Ну, населенно играл, да? Блокаут. Да. Там тоже никого не было, поэтому он видел. И три мяча. Отрыв составляет. Финальная встреча. Все очень волнительно. Особое состояние там. Атмосфера сложилась у болельщиков. Наконец-то Альберт. Показывает, на что он может. На каком уровне может атаковать. Это и по высоте, и... Да, прыжок был очень хороший. Легенький оказывается, да? На ногах. Альберта. Да. О-о-о-о. И в пять. Он же все-таки центральный блокирующий. И еще раз. Попытка номер два. О-о-о. Помешали тут немножко ребята о себе. И попытка номер три. Так. Здесь дается мяч, но здесь, да, можно поспорить. А мне показалось, что касание пола было. Смотри, вот. А, бросок этот? Ну, он второй линии, по-моему. Павло будто. Не разобрался. Второй судья. Не имеет права. Такие мячи выше сетки. Тросы не имеют права. Павел трогать. Мяч остается. А, нет. Передней линии. Да, нет. Такую грубую ошибку судейство у нас не допустило бы. Да, я извиняюсь. У нас судейская бригада. Тоже очень напряженный график у них. Практически без перерыва отрабатывают. Главный судья соревнований. Константин Гаврильевич. Константин Дмитриевич Гаврильев. И его команда. Ну, я скажу такую притчу. Да, в таких, когда мяч долго висит и тишина, говорят, где-то родился кто-то. Пасхолднулся не вовремя Альберт. Двойным перевесом ведет Намский. Все-таки не вовремя. Им надо 2 партии выиграть. А Чарапчи только один. Тускул, Лавров. Молодец. Ну, Тускул, да, грамотный волейболист. И всегда мало. У него мало, а так, да, но все на очко. Практически. Сейчас Артем Сивцев. Перебегает как-то. По-баскетбольному как-то подает. О-о-о-о! Да, это усталость уже. Уже видели такое сегодня. Срывается вторая передача. И сразу, скорее всего, Пельмяков. Да? Не Пельмяков. Помню. Второй пасу. Аркадий Пельмяков. Да-да. Помощь нужна будет. Третья партия. Пятая партия не за горами. 11-6. Альберт испытывает. Может найти возможность вернуться. Ну, пять мячей против намцев. Это много или мало? Это отыгрывается. Просто начало партии, да? Ну, два съема хороших. И два блека. И пошла атака, но ваут, к сожалению. Сейчас защитить свою подачу надо. Здесь надо посоветоваться, куда подать. И где подготовить коллективный блок. Зону держать. Или Василию рискнуть. Попытаться выиграть с линией. Вася, да, не в форме. Видать, или что-то болит. Но есть возможность. Ай. О, тут друг друга прощают, ребята. И... Есть, есть. Северска не было. И в итоге... Касание, касание, касание. Касание, да? Через касание. По траектории как-то мяч неестественно вверх вжег. Сейчас посмотрим на повторе. Ну да, касание есть. Манайд коснулся. Не признается, правда. Но все очень спокойно воспринимает. Значит, было. Было, было. У нас потеет даже мяч. Образно выражаясь. Вот видишь. Всего три очка осталось, да? Все. План минимум выполнен. Сейчас съемок даже произойдет. Аут. Ну тоже с мясом, да? Да. Касается пальцев рук Альберт Манаев при атаке. В диагонали остался. Сидкер и Сидорова. 12. Сейчас грамотно сняться. У Альберта не сложная подача. Первый темп отключить до пола, чтобы морально иметь преимущество перед подачей. Вот. Мне кажется, что более молодые игроки дискомфорт начали чувствовать. Играется мяч, да. Вот как тащит. Играется мяч, да. Намский район. Здесь стоит похвалить команду за такое действие. Не только в нападении, но еще и в защите. Это всегда красиво. Это всегда радует. И сейчас очко сохраняют за собой намские ребята. 13-8. Перелив. Давайте послушаем. Передышим. Наталью befrance. Да. Нампск. волейболисты будут сейчас за брейк конечно бороться и от блока четко вид видно с вышки четче аутаут зря воду мутит нам скиллус играется мяч пельмяков либера команды красиво нашла быстрый парень вытащил и завершил филипп 5 номер кто нас аркадий пермяков молодец вам тоже вовремя до альберт правильно запустил молодых 10 3 в такой же ситуации они третью партию выровняли да потом он зашел в четверку высокий мяч и по высоте и по длине парень связка то поработну качественную до игровка организовал и 11 13 и какие глубокие эмоции сейчас испытывают волейболисты блок отыграться надо было здесь было было болоте ответ достойный коля павлов коля павлов 13 11 быстро охлаждает пыл черопчинцев самый нужный момент и вот именно качество когда сыпляется черопча на вот отрыв 5 мячей да не больше не меньше они сделали что надо снятся и блок организовать атаку и все игра выровнялась уже три мяча всего павел обутов хороший прием столь сильной подачи и тут обидная ошибка искал руки скорее всего владимир или слишком длинный мяч не дошел надо вроде бы нормально можно было да не до крути не закрыл руку просто здесь вот коля на своей позиции сейчас ты игра пошла вот дураки уже падают несогласованность командам движения и 12 15 зря павел видимо его работа пасовать но я и сэн должен был здесь помочь товарищем раз уж остался без защиты сергей по 1 ошибка другой такая нет сверху блока почему претензий очередной болезнь черопчинцев не подают это минус вот за счет этих минусов отрывчик такой три мяча дает возможность собраться николай павлов он не рискует последнее время просто ответственность большая их не право на ошибку на самом деле задел у них есть да не стоит им так сильно нервничать 21 по парке обязательно надо выиграть из-за этого видимо нагрузка психологическая все ближе и ближе черопча большой до в связках выше по моему бродникова пятый номер пельмяков да по росту или прыгнуть этого сказать не могу эйс на подаче сидоров как тайские волейболистки сейчас играет 15 16 16 16 переломный момент может быть матча слепсов спасал жир готова это было ни к чему сейчас ребята успокоятся амская команда подавление есть вот заметили да в предыдущем перерыве альберт указывал чтобы игра была простая да через диагонали через высокие мячи на доигровки чем исправляется команда сидора владимир поднабирал нужных очков как нападение таких подачи сейчас хороший прием играется грековый мяч но все равно очко за намской командой с трудом-трудом здесь здесь при нормальном стечении обстоятельств между у нас должен остаться в черопте но нелепая ошибка отскок был такой грубый отличная подача марк васильев тихо молча делает свою работу очень полезный он на протяжении всего турнира вот такой никто не ожидал молодец хладнокоровин да не стал гнаться молодежь то не хуже рисунок не поменялся да абсолютно вот отсутствие альберта бротникова мы сейчас не чувствуем наоборот такое ощущение что понаглее в атаке стали черопчинцы а вот не изменяет себя черопчают подачу не держит сергей павлов по традиции жаждем пятой партии а лавров лавров красавец изменил направление атаки по линии играл с переводом от тебя походы по линии перед обутал он направил 17 ожидаемая замена на подачи новиков алексей он тоже заряжен этой энергией финала он как ты такой медленный высокий подачу дает опять традиции остаются но нездоровая традиция сколько раз можно девять раз не подали восемь раз сетку и один развал подряд плиту еще не остают спасания такую ошибку себе показал семнадцать двадцать один четвертое касание правильно через трос верхний край сетки было семён слепцов он успокоился оказывается альберт бротников на площадке концовка четвертой партии где чуропча может поставить точку в этом финале но намский район конечно же с этим не согласен золото золото этих игр очень дорогого стоит до строк альберт единственную ошибку пятого номера не простил чуть-чуть не дали не дошел мяч и сразу замена но отдышался наверное да готов сам уже готов увидел выстроил голове дальнейшую схемы игры и сейчас василий тумфалии вася рискни даже мастер нет опять не искать да со здоровьем скорее всего проблемы с ногой и блок лавров да на молодец лавров проглядела сейчас на повторе покажем да тускул лавров семерка по пляжке закрыл линию показал что опоздал но успел вася надо рисковать рисковать надо 19 22 только один брейк нужен чуропче чтобы на высшим ступеньку пьедестала 7 спортивных игр народов якутии подняться зачем надо было рискнуть 23 19 до ожидаемая николай потапов 2001 года рождение игрок воспитанник скорее всего на ускор филиппов безотказно работает на протяжении всей игры до съем должен был быть 20 23 надо здесь четвертая партия безобразно нападает чуропча и все равно до счета позволяет сейчас посмотрим как подача полетит тускул лавров наконец выходит подача играется мяч не смогли брейку имя взять 24 20 ну что тут то точно намские волейболисты не должны упускать победу в этой партии на 10 сантиметров ошибается сидоров сожалению для чуропчинцев с 24 мячей 10 подач без работы получили нам все не сказал бы блок сейчас будет хороший съем на мод всех чуропча может до помогал населенно сразу на блок побежал владимир сидоров филиппов претендует на звание лучшего блокирующего или нападающего на этих играх играется мяч играет играется молодцы да тоже сыпляется атаки нет вознаграждение засыпка защите боролись за что боролись что и за раб то и заработали 2224 еще один но минимум два раза надо приходится нам сам думать до 5 партия это лотерея до всех аминца эмоциональные факторы еще выше но если сейчас доведет до конца партию держать подачу надо 2224 зал болей за чуропчу инакентий филиппов ему сложно держать подачу но он три раза уже подал держать просто подает жир годов очень хорошая доводка 22 доверили завершить атаку николаю но здесь претензии заступ требует и у нас пятая партия финал игр народов якутии борьба за золото продолжается все еще впереди не переключайтесь мы показываем кто пишет даже сейчас я думаю что некоторые суп уже в плитке убежал у некоторых время готовки ужина подгорело что-то запах здесь стоит или и вовсе без ужина остались с утра то пораньше я предлагаю послушать команд а 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 и Ну, друзья, ждем пятую, решающую, аккордную для обоих команд. Да, здесь мы, мажора и минора в болитболе не бывает. Для кого-то трагедия, а для кого-то триумф. Вот именно для этих команд серебряные награды будут равняться почти что трагедии, да? Да, да. Потому что золото игр так близко и так далеко одновременно. Сейчас Чуропчинский и Луз. Состязание. Намский район, да. И видите многоговорящий жест ведущих игроков Намского района. Зря, зря Чуропчинский расплескает свое... Да, потому что там рупоров без них достаточно. Жеребьевка остается, да, Намцы или... Сейчас посмотрим. У кого подача надо распределить. Ну, видимо, у Чуропчи второй судья стоит с мячом на их стороне. Значит, выбор был за Намцами, да? Выбор площадки. Да. Если подача у Чуропчи. Или Чуропчинский просто выбрала подачу? Не знаю как, но здесь иногда выбирают подачу. Обычно выгодным считается выбор съема, да? Скорее всего, Чуропчинский выбирала площадку и отсюда подача не летит. И на финишную отрыва ставили в ту сторону. Заметили с тобой, что ста площадки счастливые на подачах, да? Лучше летит от пикетов. Пока Артем Сивцев. Есть мяч. Но зато красивое завершение. Завершение. Аут, говорит. Что-то случилось. По касанию антенны, что ли? Нет. В Украине, да. А, ну да. Я тут немножко уже не в ладах. С монитором. Пятая партия. Пятый игровой день. Первый брейк есть у Чуропчина. Ценный брейк мяч. Здесь поднимут. Скидка была от Павлова Сергея. Но сейчас будет от него же атака. Все поднимает Чуропча. Играй, играй. Какие моменты мы видим. Абутов тут. Разобрался. Хладнокровно. Поставил. Съем трудный был, да. Испытывал он нам. Три раза доигрывали. И благодаря вот... Своевременной скидке. Разыгрывающего Павла Абутова. Сейчас 1-1. И Семен Слепцов на подаче. Чуропчин в 5-й партии без подачи не обойтись. И не простят любители волейбола такую роскошь. Да. Подвела их подача в 4-й партии. Могли поставить точку, да. В этой игре. Но тут... Молодец Иннокентий. Молодец Альберт. Иннокентий Филиппов. Такой атаке. Два игрока должны играть как по нотам, да. Парнитуру. Вот что они и делают. Ваше классно. О, в прыжке. Это динамики видно хорошо, да. Василий, давай. Закрывает подусталый. Да, задумка. Да, просто кураж поймали. Двойной блок работает у Чуропчин. 3-1. Два брейка уже в пользу Чуропчин. Нет, сейчас эти ребята что-нибудь да сделают. Здесь... Просто Аманаев редко сегодня в атаке. Да и пас отойдем. И пасут Павлова. Здесь Колю Винит вряд ли стоит. Тяжелый пас был. Аля-ля-ля. Здесь... Это что за удар такой. И наказание приходит сразу же. Четвертый брейковый мяч. Четыре-один. Это уже... Да, все-таки Альберт цеплял, но... Вот с такого нокдауна пока... Намцев. Начинается пятая партия для намцев. Чемпионский тайм-аут. Упреков нет, это хорошо. Просто совет был Павлу задействовать в центр. Не только края, а центр. Потому что... Ждут уже Павла. Павловское состояние Николая не позволяет высокий блок обыгрывать. Василий. Ну, ждем, чтобы хотя бы перекатил мяч. Хорошо-то как перекатил. Без атаки здесь можно организовать что-то. Можно опять первый темп попробовать. Ну, здесь на высоте Альберт Манаев закрывает Филиппова в очном поединке. И это был Абутов. Павел Абутов. Альберт Манаев. Блок-аут. Тосхол-то стабилен. Сейчас надо намцам... А я люблю эту команду всей душой. Команда может спасти. Посмотрю. Испытание серьезное устроили чуропчинцы. Первый съем хороший. Марк Васильев. 3-5. К сожалению, чуропчи подача не угрожает никого. Да, у Альберта-то. А Паша? Ну, хорошо. Тут Евгений справляется. Либера. И надо атаковать. Атаковать. Высокий носилеров. Доигровка брейковая, может быть. Отскок. Блоком защищается. Шикарный блок. Исполнение чуропчи. Да, Филиппов хороший матч проводит. Хорошую игру. Страшно представить, что будет с командой чуропчи в случае их победы, да? Отведен стоя правильно позицию принял. 6-3. Опасно уже. Играем до 15. Играется мяч. Вот так. О-о-о. Это кураж. Тишина такая была. Мяч летел. Секунду с небольшим. Время это большое. 6 метров можно пробежать за секунду. Укоротил Тумфали конкретно. А ребята стояли. Усталость сказывается. Ждали сильной атаки со второй линии. Мозги не переключились просто. Да, есть такое. 1-1, да? Альберт удивил. Второй раз забыл. Да, и сам рад. 1-1 закрывает высоченного Сергея Павлова. И смена. На опыте, скорее всего, да? Смена площадки. Прочитал игру, да? Просто. Да, тоже не выносил руки, а вот отведенным локтями-то своими. Мощный. Но тут пока от Павла ждем нестандартных решений, потому что все стандартные соперники все просчитывают заранее и готовы поставить блок. Подача полетела и возникли трудности у намской сборной. Хотя простые подачи, да? Просто перекидывают ребята. Ну, задача, наверное, хотя бы не ошибаться на подаче. защите сегодня на высоте. Два раза лучше играет Чуропча. Тумфали в особенности. Эйс от Иняк Еньки. Девятый. Это нокдаун. Это финал. Это игры народов Якутии. Давайте пожелаем. Ну, надо как-то собраться. Ребята, намцы. Вот как раз вовремя. Последняя минута. Минута это 500 метров бега. Очень можно за минуту если на машине перерыв 20 секунд длится у нас. Я засеку уже 30 секунд длится. Зал за Чуропчу, да? Сейчас будет какой-то набег Чуропчинский в случае победы их ребят. Но мы не будем столь далеко вперед забегать. Я проще бы сыграл сейчас. Если нам сыграл я проще играл бы. Прием доводка удар, Да, больше Слепцову доверил бы. Самый устойчивый из нападающих. Не Сергей, а Слепцов. Семен Слепцов. Отведенный мяч. Что и делает Абутов, но тут пас. Семен Сберин. Все падает на стороне. 10-3 это разгром. В этой 3-5 партии это не отыгрывается практически, но шанс есть. Вы видите, да, какой кураж поймали невозможный. Это Володя, где нога-то подвернутая? Скачет на радостях все подзабылось или успела пройти, но мы этому рады. трос. На отмашку играет уже седьмой номер. Сергей Павлову два раза доверили, но он не... Это пятый номер. да, на мотер тоже, да, обидно. Все считали, что проблем нам в этом спартаке не должно быть, но Черопча это молчало, молчало и известное слово в пятой партии сказала. Даже гром загремел. Альберт Бродников был уверен еще в первый день соревнований. Он сказал, мы действующие чемпионы, да, они? Да, на республике. Мы в ранге фаворитов говорил, и говорил, что собрал лучшую команду всех времен. 12-3. Четырекратное превосходство. Ну, что сейчас должен сделать намский район? Все хороши сегодня. Они играют за свою родную Черопчу, да? Тускул особенно мне редко получает мяч, но и блок сыграл немаловажно. Коля закрывает. Вот какой укороченный. Играется мяч. кто-то там побежал уже праздновать. И двойным блоком закрывает. 14-12. Получается трехкратный. Уже один не один мяч, а одну кратность сократили. Коля, давай, рискни. Покажи кто-то на самом деле есть. Николай Павлов на подаче. Думает, думает, думает. Спокойно, да? Лишь бы не ошибиться. Да, не рискует. Тяжело Альберту переходится. Молодец. И давай, заводись уже намская машина. пятый мяч должен быть. 5-12. Еще два мяча и нам должны возвратиться. Пять мячей отыгрываться спокойно. Но в этот момент надо не сплоховать, да? Хорошо. Аут. Сидоров не попадает. Но прием был плохой. Качели уже начинаются. Везет пока. Везло, везло, Чуропче и сейчас расплескали Чуропчинцы. Раньше времени, да? Мяч не упал, они уже все побежали праздновать. Альберт только кричал, давай, он же и добрал. Хорошо, что третье касание было, да? Уже двукратное только преимущество у Чуропче осталось, а было четверократное. 3-12, 4-12, 5-12, а 6- все два раза. 6 мячей. Намцы молодцы. Намцы молодцы. Но надо дотерпеть Чуропчинцев. А как красиво они по кругу бегали, надо вернуть себя в то состояние. на пермякова. Скорее все надо. Я бы на пермякова на цели. Нет, он в середину, на васиком поле. Трос нет? Играется нет. Вот. За преждевременную радость бог наказывает балетбольный. 7-5. Уже игра восстановлена. Сейчас Чуропчей надо собраться. Ну, еще пять мячей есть у Чуропчей. подачу держать. Если только Евгений Павлова тут. Прыжки в силовую дайвку. Добить, да, окончательно. Да, 8-12 будет. Нет, он не рискует. Да, вот правильное решение. Аут. 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 Здесь мяч отдается, видать. Да, здесь Жирготов здесь другое решение какое-то. Касание сетки. Касание сетки определяет это. Да, есть. Тоснулся Васильев. надо признаваться в этих случаях. Чтобы не накаляться, Не нервировать своих же игроков. 13. Молодцы, судейская бригада. Расплескался. Слепцов молодец, оставил. Не добежал. Проскользнулся не вовремя. И матч к Болу пойдет сейчас. 14.7. было аут, но здесь по правилам если касание было после попадания в аут мяча, что главнее? Нет, во время полета командная ошибка наказана в первую очередь. Конечно. Да, тема индивидуальной ошибкой, прав судья. Двойной перевес остается 14.7. Но пока всего одно, один мяч разделяет команду Чуропчи от небывалого раньше триумфа от победы на играх народа в Якутии. Молодец, Марк, сказал, что касание было. Альберта меняет. Да, просто перенапряжение Альберт понимает, что он сейчас не в состоянии не в состоянии пускать. Весь его двадцатилетний багаж сейчас будет грузом на нем лежать. Я думаю, даже он не будет смотреть. отвернется. Только почти вся молодость, вся жизнь была отдана. подея, подея в карьере Альберта. Для этой игры, для этого финала. Да, и Чуропчинский болитбол заслуживает такую победу. Пока еще рано, пока еще один мяч и победа. Вот она, золотая медаль, которую ждали четыре цикла игр народов Якутии. Чуропча. Да, я вчера говорил, что тревожные нотки в игре намского лоса есть, особенно морально-психологический климат. Давайте поздравим ребят с выигранными наградами, а намский район остается серебряной медалью. но ничего страшного с психологической стороны оказались получше и по мотивированию оказались чуропчинские волейболисты. Артем Симс молодец. Ликует вся чуропча. Все выходцы из чуропчи, живущие на территории нашей страны, России и все, кто болел за такой вот хороший качественный волейбол. Ребята поздравляют друг друга. Намская команда конечно расстроена. Они приехали в ранге фаворитов, но чуропча были действующими чемпионами республики и закономерно выиграли, показали, доказали, что на этот момент являются лучшими на территории республики Саха-Якутия. Сементирование командной связи были более склеены, надежны. И мне очень понравилось действие Альберта Бродникова, когда он чувствовал, что у него есть неполадки, он выпускал молодого связующего Пермякова пятого номера и он не испортил. Вот это связи наработаны. замена. Подготовил достойную смену поколения, способные выигрывать игры народов Якутии. Второе место за Намсами третье, за Амгой четвертое Усть-Алдан и дальше Ленск, Якутск в шестерке лучших по мужскому волейболу. Радуются ветераны спорта, радуются дети, зрители. Вот до этого был женский финал, Амга выиграла и зрителей было вот такое же поздравление зал устроил команде и не хуже овации, аплодисменты, слава для волейболистов Чуровчинского района. У нас будет интервью с победителями, с лидерами команд и обязательно дадим вам послушать мысли игроков после вот этой триумфальной победы. Я отмечу игру и Пельмякова, который играл Либерой, да? ляпов не было. Вот, пожалуйста, Альберт Бродников, капитан, тренер Чуровчинской команды. Подходи. Альберт Бродникова, Айхал, Айхал, Айхал в сторону Чуровчинской команды. Сегодня волейболисты сделали подвиг, совершили прорыв. И Владимир Сидоров, в том числе с больной ногой подвернутой, не вышел ни разу с площадки. Пока ждем интервью от лидеров. Соревнования разыгрывающие сборные Чуровчинского Улуса по волейболу Альберт Бродников. Поздравляем вас с этим триумфом. Расскажите, как прошла игра, какие впечатления, что можете сказать о сопернике. По игре я скажу, очень хорошая игра. Противники, ну не скажу, другие команды готовились на этих соревнованиях не только один год, а целых четыре года. Ну, пять годов. В прошлом году уже соревновали. я за счет хорошей тренировки работы выиграли и за счет моих ребят мои ребята да, я скажу, что я горжусь своими ребятами. Мужчины достойные ребята. После четвертой игры какую-то поменяли таксу или просто не советую? Нет, вот на четвертой партии я же отдохнул, все видели, придышал, немножко отдышался, но после этой отдыха я пятой партии все отдал. Всю свою энергию, как говорится. То есть чуть-чуть сетрили? Да, там есть. Тактика сработала. Это непростая тактика, это уже как говорится три года мне для этого хотел готовиться для этого только. Как вы думаете, вот игра затянулась до пятой партии, переломный момент, вот ключевой момент игры, по вашему мнению? Ну, у каждого спортсмена есть расслабон, как говорится. Просто ребята расслабились сразу, ну, как говорится, победили уже, медаль свою видели, но после хороших, после таймаута да, собрались и сыграли. Все, что мне есть сказать. Поэтому перейдем привет своим родителям, во-первых, своим землякам и болельщикам, и своим вот, ребятам. Спасибо. А в целом какие впечатления от игрок в МГИ? Ну, хорошие, конечно. Отличные. Я же победитель, должно же быть отлично. Большое спасибо, Альберт, поздравляем вас еще раз с успехом. С нами был разыгрывающий черепчинской сборной Альберт Бродников. Браво, Альберт, браво, Чуропча. А мы поздравляем команду победителей, призеров и прощаемся с вами. Были на протяжении пяти дней волейбола Игр народов Якутии Татьяна Иванова и консультант Александр Ушницкий. До встречи в барагонцах.